ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вначале я буду стараться напоминать все основные определения, ну или там почти все И поэтому ничего страшного, если кто-нибудь придет позже, или там совсем позже, или совсем не придет Вот, и начнем мы, видимо, с обычного отрезка Определение которого давать как раз не будем, потому что оно гораздо сложнее, чем почти все основные определения Которые я таки собираюсь дать, даже чем, наверное, определение псевдодуги, которые мы вот с Владимиром Владимировичем пытались вместе вспомнить Какое-нибудь наглядное перед этим, но так Вот, с отрезком, в общем, совсем плохо Так вот, если считать, что мы помним, что такое отрезок, или, по крайней мере, немножко чувствуем То мы помним, что в анализе, который, может быть, даже кто-то немножко изучал Есть две замечательные, видимо, самые главные теоремы про непрерывные функции Там, Гейна Боррелли, Бальца на Верштрассе, или в каких-то других комбинациях, или других людей Одна из которых говорит, что непрерывная функция, про которую пока, там, чуть позже будет определение Мы можем понимать просто как Функцию, график которой Мы можем нарисовать, не отрывая Там, например, мела от доски Так вот, одна из этих теорем Говорит, что непрерывная функция на отрезке принимает все промежуточные значения между значениями в концах Ну, или другой вариант этой же теоремы Что если функция принимает на левом конце отрицательное значение, на правом положительное То где-то будет ноль А вторая теорема гласит, что непрерывная функция на отрезке достигает своего наибольшего и наименьшего значения Вот эти вот два значения реально принимаются непрерывной функцией в некоторых точках отрезка То есть не может произойти вот слева такой ситуации, как с функцией знак Которая, ну, конечно, ноль тут приняла, да Но вот много других значений не приняла А здесь не может произойти ситуации, как с функцией дробная часть Которая, конечно, наименьшее значение на отрезке принимает ноль Но вот единицы никогда не бывает, хотя к единице очень стремится И можно, конечно, говорить, что здесь вот проблема в том, что функции не являются непрерывными Но мы попытаемся сосредоточиться на другом условии этой теоремы Что здесь действительно отрезок И мы можем заметить, что если мы рассмотрим здесь функцию на интервале Ноль один То она, конечно, на интервале будет непрерывной, замечательной абсолютно функции Но наибольшего значения достигать не будет Ну, можно как бы со стороны, так смотря, не изнутри этого самого интервала А со стороны сказать, что да, какие-то враги просто взяли эту точку Где наибольшее значение должно приняться Просто выкололи То есть сделали такую дырку Ну или здесь вот предположим, что кто-то подошел И нам вот здесь вот просто эту точку выколол Да, ну и вот все Все плохо, ничего не принимается Но может же быть ситуация не как с функцией дробная часть Которую мы все знаем А с функцией, которую даже проходит в школе В отличие от функции дробная часть Функция называется арктангенс Которая выглядит как-то вот так Ну, функция определенная напрямую Замечательная функция Но своего наибольшего значения Впрочем, как и наименьшего Она не принимает Она таки на бесконечности стремится кипи пополам Но нет ни одной точки, где она принимает значение кипи пополам Хотя функция хорошая, непрерывная Вот мы ее там мелом нарисовали Ну, по-видимому, это связано с тем Что само пространство, на котором мы рассматриваем нашу функцию Какое-то не очень хорошее При этом никто тут ничего уже не выкалывал То есть нет ситуации, как вот с тем отрезком Когда кто-то подошел и у нас точку выколол Ну, вы, конечно, можете сказать Что тут можно добавить там бесконечно удаленную точку Еще чего-то И вообще прямая, если ее сжать, это будет там интервал Или там полуинтервал Ну вот сегодня мы будем заниматься Как раз тем вопросом Как охарактеризовать Все там метрические или даже там топологические пространства Для которых эти теоремы выполняются Или даже выполняются какие-то более интересные теоремы И главное, мы будем пытаться это охарактеризовать разными способами В том числе и изнутри Вот как вот сидя внутри Этого самого там, например, полуинтервала или отрезка Несмотря на него снаружи, как мы здесь сделали Вот видно, что тут уже видно, точки не хватает Понять, какие свойства отвечают за выполнение этих теорем При этом про теорему в промежуточном значении мы забудем Хотя она тоже очень важная А мы сосредоточимся на теоремах типа достижения наибольшего и наименьшего значения И попытаемся эту теорему доказать разными способами И пытаться из разных этих способов доказательства Выуживать разные определения, которые нам пригодятся дальше Ну, во-первых, нам понадобится определение Открытого множества и метрического пространства Поэтому мы сейчас на секунду отвлечемся Перейдем на эту доску И достаточно быстро напомним, что же такое метрическое пространство Метрическое пространство это очень естественное обобщение Понятия просто обычной прямой плоскости или трехмерного пространства Снабженных евклидовой метрикой То есть пусть у нас есть некоторое множество М И как говорят на нем, но на самом деле не на нем Задана метрика То есть имеется такая функция ρ Которая вставит в соответствие любым двум точкам Из метрического пространства Некоторое вещественное число То есть ρ отображает пару x, y в некоторое вещественное число d принадлежащее r Но на самом деле d больше нуля Иногда это добавляют сюда Но мы это напишем в первое условие Больше либо равно Правильно Что ρ от x, y больше либо равно нулю Нуля, то есть оно не отрицательное Во-вторых, ρ x, y равно нулю Если и только если x равен y Третье Расстояние симметрично Что не всегда бывает Например, если идти в гору То, в общем, спускаться гораздо проще, чем подниматься Иногда совсем наоборот Да, как мы знаем ρ x, y равно ρ y, x будем считать И последнее неравенство треугольника Расстояние от x до y Плюс расстояние от y до z Больше либо равно расстояние от x до z То есть первое говорит, что просто любым двум точкам Поставлено в соответствии число Ну, которое мы мыслим просто вот как обычное расстояние Измеряемой линейки Хотя оно-то как бы им не является Мы говорим, что точки, расстояние между которыми равны нулю Это в точности совпадающие точки То есть у нас нет точек различных на нулевом расстоянии Расстояние симметрично То есть если будем мерить вот так и вот так Намеряем одно и то же Ну и последнее, самое сложное Это мы хотим, чтобы как в геометрии Что напрямик идти ближе, чем любым кривым способом Вот так множество с такой функцией Но опять-таки там функция, конечно, не на нем, а на его квадрате Она стоит в соответствии парам точек Называется симметрическим пространством Если у нас есть симметрическое пространство То мы можем определить несколько естественных вещей Которые у нас встречались в обычном анализе Ну, во-первых, хотя и во-вторых Ну, как-то так, видимо Следуя тому, чего рассказывают в школе Лучше говорить во-первых Мы можем определить сходящиеся последовательности Мы можем говорить, что некоторая последовательность Иксенны Сходится к А Если Для Любого Эпсилен большего нуля Шарик радиуса Эпсилен с центром в этой точке А что такое шарик? Шарик это множество точек Расстояние От которых до точки А Меньше эпсилен Ну, это у нас будет открытый шарик Можно написать меньше, либо равно Тогда он будет еще из Ну, естественно, считают здесь, что эпсилен больше нуля Потому что иначе какая-то ерунда получится Вот В любой шарик радиуса эпсилен Попадают почти все элементы последовательности Почти все Это значит, кроме конечного числа То есть, если мы возьмем точку И как Учит Сан Саныч Кириллов Возьмем такую ловушку Ну, сколь угодно маленькую То мы поймаем всех зверюшек Кроме конечного числа То есть, от нас убежит только конечное число Элементов Последовательности Ну, например, последовательность одноянная В этом смысле сходится к нулю Потому что за пределами окрестностей нуля Любой лежит лишь конечное число элементов последовательности Одноянная А, например, последовательность Минус один, один, минус один, один, минус один, один И так далее На прямой никуда не сходится Потому что где бы мы не пытались поймать Почти все элементы этой последовательности У нас ничего не получится Потому что у нас Куча элементов последовательности здесь Куча здесь И любая ловушка там Ну, например, диаметром одна-вторая Или даже большим У нас может поймать либо только здесь Либо только здесь Ну, никак не все сразу Поэтому Возникают понятия Сходящейся последовательности Ну, и Что более интересно И, может быть, даже чуть более важно Возникает понятие открытого множества Что же такое открытое множество? Открытое множество Это вот что В связи особенно со всякими разными Межрегиональными конфликтами и прочими Вот, если вы хотите Где-нибудь построить себе дачный участок То, наверное Вы будете хотеть, чтобы вокруг него было так Грубо говоря, спокойно Если вы где-нибудь там на Кавказе Будете себе покупать сейчас там Какой-нибудь кусочек под дачу Или там будете выбирать какой-нибудь лагерь Куда поехать со школьниками То вы, наверное, захотите Чтобы Около лагеря В некоторой его окрестности Не было границы Там, не знаю С Абхазией, да? Или, например, когда вот мы с Виталием Дмитриевичем Выбирали первый раз место Для Вот этого мероприятия У нас была некоторая другая задача Мы пытались найти в Подмосковье пансионат Чтобы В некоторой его окрестности Не было ни одного пивного киоска Эта аналогия нам пригодится Для Следующего обсуждения Но Вот здесь Значит, что мы хотим добиться? Мы хотим Где-нибудь снять дачу Или найти лагерь Который будет более-менее внутри России Да? То есть у нее не будет Вон так Будет окрестность Целиком содержащаяся в России А вот, скажем На границе Нас не устраивает Потому что Там В любой окрестности Есть и Россия И Абхазия Ну и в общем Там какие-нибудь Злые сваны Придут И будет плохо И Соответственно Достаточно естественно Назвать точку Внутренней Внутреннее Если существует Эпсилен больше Внутреннее Точка А Вот есть множество А И Х Внутренняя точка А Существует эпсилен больше нуля Что окрестность радиуса эпсилен Точки Х Целиком содержится в множестве А Эта точка называется внутренней И там мы хотим Строить дачу Там санаторий И так далее Тогда выезжать Соответственно Множество Что? Вопрос какой-то? Нет Вопрос можно задавать сразу Множество А Называется открытым Если Все его точки Внутренние Множество Называется открытым Если все его точки Внутренние Ну например Какое множество Открыто заведомо А? Ну открытый шар Наверное прямая Ну прямая Ну понятно где прямая Ну во первых Пустое множество Всегда открыто Да Но в нем точек нету Но значит все внутренние И все наше Метрическое пространство Я конечно это не сказал Но я думаю Все подразумевают Что вся вот эта жизнь Которая дальше происходит Происходит пока В метрическом пространстве Потом мы там переместимся В топологическом Да Если мы возьмем Метрическое расстояние То есть точки Одинаковые То ноль А если разметить День Да Так вот Нам предложили Пример шикарного Совершенно Метрического пространства Главное Там очень хорошо Аксиомы проверять Вот это вот Совершенно Замечательно А именно Точки Разные Единицы Расстояния Точки Одинаковые Расстояние Ноль Совершенно Замечательная вещь Заметим Что это пространство Обладает отличным свойством В нем все множества Открыты Вообще все И каждая отдельная точка И каждая отдельная точка Открыта Да Потому что Любая точка Внутренняя В любом Множестве Которые его содержат Потому что Шар радиуса Одна вторая Состоит из одной точки То есть это очень удобно Такое замечательное Совершенно пространство Такое Оно даже говорят Дискретное Оно так состоит Из отдельных точек Таких далеких Ну такой аналог Натурального ряда На вещественной прямой Если взять натуральный ряд А все остальное стереть Вот то что останется Это как раз примерно То что ты говорил Вот там метрика Чуть-чуть другая Но с точки зрения Открытых множеств Она абсолютно одинаковая Дальше там можно сказать Что натуральный ряд Вот с естественной метрикой И натуральный ряд С метрикой Расстояние между Любыми двумя точками Ноль Если они совпадают Единицы Если различные Гомеоморфны То есть существует Непрерывное отображение Которое одно Отображает в другое Бой бездорный Конечно Вот Ну про непрерывное Отображение Мы сейчас скажем Когда чуть-чуть Быстренько закончим Топологический Легбез Придумаем открытые Замкнутые множества Значит с открытыми множествами Все понятно Давайте коротко Посмотрим Какими свойствами Обладают открытые множества Ну во-первых По-видимому Объединение Двух открытых множеств Ну если оба Они открытые И даже Наверное не только Двух Да А вообще Любого числа Если вы возьмете Любое число Открытых множеств Бесконечное Какое угодно То их объединение Будет открыто Почему? Давайте это докажем Пусть какая-то точка Принадлежит объединению Это значит Она принадлежит Какому-то открытому множеству А значит в нем Она содержится Некоторые окрестности Ну и значит В объединении Содержится Некоторые окрестности Все замечательно То есть Любое объединение А как обстоят дела С пересечением Ну да То есть Пересечение Двух Конечно Будет открыто Почему? Возьмем точку В пересечении У нее есть шарик В первом множестве И есть шарик Во втором множестве Что? Да Да Плохая картинка Есть шарик Во втором множестве Ну и их пересечения Или даже Меньше из них Действительно Будут содержаться И там и там Но ясно Что такую операцию Можно провести Конечное число Раз Потому что если Есть конечное число Открытых множеств То возьмем В каждом из них Шарик Возьмем шарик Наименьшего радиуса И он будет Содержаться В пересечении Но тут уже видно Почему это доказательство Вообще говоря Не пройдет Для бесконечного случая Потому что когда вы берете Наименьшее из конечного числа Он всегда есть Наименьшее из Бесконечного числа Его нет Но вы Не всегда есть Но вы конечно можете взять Там какую-нибудь Точную нижнюю грань Там еще чего-нибудь Но она может оказаться Нулем Потому что действительно Возьмем просто Интервальчики С центром в точке 0 От минус 1 n До 1 n Их пересечение Будет точка И в нашей обычной Метрике прямой Не в той В которую Миша нам предлагает Где Расстояние равно 0 Только для совпадающих Ну и для совпадающих Единицы для всех остальных Точки конечно У нас не открыты будут Ну и Все плохо То есть и так Пустое множество открыто Все пространство открыто Конечное пересечение Открыто И любое объединение открыто То есть любое объединение Открыто Открыто Конечное Пустое множество И все пространство Открыто То есть у нас получается Что в любом метрическом пространстве Автоматически возникает Семейство открытых множеств То есть вот множеств которые Каждую У которых каждая точка внутренняя Ну вот часто Когда рассматривают Гораздо более общие объекты Чем метрические пространства Просто начинают изучение Вот с этого места А именно говорят что Икстопологическое пространство Если на нем задано Семейство открытых множеств Которые обладают Вот этими свойствами И все Не обязательно возникших Из метрики Значит я на этом Останавливаюсь довольно коротко Поэтому почти для всей Лекции хватит того Что вы будете во всех местах Где я буду говорить Про разные топологические вещи Представлять себе метрические пространства Что у вас есть метрическое пространство Из него возникло Семейство открытых множеств Ну а для тех Кто в этом месте Как бы либо знал это заранее Либо готов сходу включиться Можно считать что Почти везде наоборот Мы будем рассматривать Топологические пространства То есть множество На которых задано Семейство открытых множеств Зная Что у нас есть Открытое множество Уже Можно Собственно определить Понятие непрерывной функции Помните как определялись Непрерывные функции Напрямой ФСРВ непрерывно Если Непрерывно в точке Х0 Если Для любой Вэпсилен Больше нуля Существует Дельта Больше нуля Такое что F От дельта Окрестности Х0 Содержится Вэпсилен Окрестности F от Х0 То есть для любой Окрестности здесь Найдется окрестность Здесь Которая Переходила Сюда Не очень Сложное упражнение Но очень важное Те кто его раньше Никогда не делал Очень рекомендуется сделать Равносильное определение F непрерывно Уже не в точке А вообще Всюду Если и только если Ну то есть в каждой точке Прообраз Открытого множества Открытого Ну действительно Если у вас Здесь есть какое-то Открытое множество В нем есть точка Она внутренняя Содержится с некоторой Окрестностью А значит Для точек Которая перешла К ней В нее Причем для каждой Этих точек Может быть много Найдется Окрестность здесь Которая переходит Туда Значит целиком Лежит в прообразе То есть я это сделал Немножко скомканно Я очень советую Это аккуратно провести И вот это Равносильное свойство И берется за Определение Непрерывного отображения В более общем случае Для произвольного метрического Или даже для произвольного Топологического пространства Заметим что это определение Использует только понятие Открытого множества Которое мы здесь определили Краубер Любой краубер Полный Полный конечно Полный Любого открытого множества Да прообраз любого Открытого множества Спасибо Прообраз любого Открытого множества Открыт Конечно для множества Полный Прообраз Ну заметим что То пространство Которое нам предложил Миша рассматривать Такое замечательное Где расстояние Между любыми Двумя точками Единицы Если они различные А ноль Если совпадают Там как мы заметили Любое открытое множество Любое множество открыто Правильно Каждая точка Содержится шариком Радиус 1-2 Поэтому это пространство Обладает замечательным свойством Его отображение Произвольное Куда бы то ни было Непрерывно А? Нет Куда бы то ни было Куда бы то его не отобразил Оно всегда непрерывно Потому что Разорвано Да Оно уже Порвано так Что дальше не Что такое непрерывная функция Которая не рвет пространство Но его рвать уже некое Вот там например Если мы рассмотрим Вот такое отображение Там отрезка Там в прямую Здесь отображение Тождественное Вот эту точку Оторвали Вот вам разрывное отображение То там уже рвать Как бы нечего Но можно Коль мы уже так Давайте упомянем Какое-нибудь одно Топологическое Но не метрическое пространство Совершенно ужасающее Такие мы рассматривать не будем Вот Если мы попытаемся Посмотреть Пространство В котором Множество Меньше всего Открытых Ну давайте рассмотрим Пространство В котором пустое множество И все пространство открыто А больше открытых множеств нет Ну понятно Что все аксиомы выполнены Вот то пространство Которое упоминал Миша Называется дискретным Вот такое называется Совершенно ужасное Антидискретным И оно обладает Другим замечательным свойством Что чего бы вы Не отображали в него Отображение будет Всегда непрерывно Там все склеено Да Там уже вот Все настолько склеено Что в общем Деваться некуда Поэтому в коем-то смысле Можно даже говорить Что бывает такое Самое непрерывное На свете отображение Это отображение Вот того Такого дискретного пространства В антидискретное Оно просто вот Уже непрерывнее Некуда Но такие пространства Мы рассматривать не будем Потому что там Все очень плохо Например Там точки Не отделяются Не пересекающимися окрестностями А мы этого будем Очень хотеть Я не буду рассказывать Про все аксиомы отделимости Но По мере Надобности Буду их упоминать Очень хочется Чтобы точки Отделялись Не пересекающимися Открытыми множествами Желательно даже Замыканиями И более того Будет даже хотеться Чтобы Любая точка От любого Замтутого множества Не содержащего его Отделялась Непрерывной функцией То есть Существовала функция Метрик конечно Быть не обязательно Но существовала функция Которая в точке Единица На всем множестве Ноль Таких функций Конечно нет Вот Непрерывной функции На том пространстве Которое мы Только что построили Из пустого Всего Сколько Ну например Непрерывных функций В прямую Какие там бывают Непрерывные функции Значит так Открытое множество Пустое И все пространство Какие бывают Непрерывные функции Значит есть Некоторое Метрическое пространство Ну например Прямая Мы вводим в нем Теперь новую топологию Забываем про метрику Забываем про старую Значит открыто Пустое множество И вся прямая Больше непрерывных Больше открытых множеств нет. Какие бывают непрерывные функции из вот этой ужасающей прямой антидискретной в настоящую? Только постоянные, конечно. Только констенты. Потому что просто нет больше открытых множеств, чтобы обслужить непостоянные непрерывные функции. Конечно, там только постоянные, это очень плохо. Значит, мы будем хотеть даже, чтобы во всех топологических пространствах, которые мы будем рассматривать, это там называется аксиома отделимости Тихонова, существовала функция, которая в точке единица, а не содержащего то есть для любой точки, для любого не содержащего замкнутое множество. Сейчас определим. Существовала такая функция. Да, а что такое замкнутое множество? Действительно правильно спросили. Значит, и на этом мы будем, видимо, уже заканчивать вводный экскурс, а то скоро время кончится. Значит, что же такое замкнутое множество? Вот я тут рассказывал, что мы с Виталием Дмитриевичем очень не хотели, чтобы рядом с местом, где мы проводим школы, были пивные киоски. Для этого мы рассмотрели множество всех пивных киосков Московской области. и попытались найти такую точку, чтобы у нее существовала окрестность, не содержащего ни одного пивного киоска. Вот топологи говорят, что те точки, которые этим свойствам не удовлетворяют, они называются ну, конечно, в самом пивном киоске мы не будем, конечно, школу проводить, поэтому мы рассматриваем точки, не являющиеся пивными киосками. Вот точки, у которых сколь угодно близко есть пивной киоск, называются точками замыкания множества пивных киосков. То есть, если в любой окрестности некоторой точке х есть точка множества, там, а отличная от х, то мы говорим, что точка х это предельная точка множества. Множество называется замкнутым, если оно содержит все свои предельные точки. Примерно так было, там, наверное, в курсе анализа. В топологии часто используют другое эквивалентное определение. Замктое множество, это просто множество, дополнение до которого открыто. Да? Да, может. А может и не быть. Это как повезет. То есть, специально мы говорили, что точка отличная, потому что иначе бы, ну, сама точка была бы предельная. Ну, можно дать эквивалентное определение, которое будет более естественно в предельной точке. В любой окрестности есть бесконечное число точек множества. Ну, в этом смысле, может быть, слово предельное будет более оправданным. В любой окрестности есть бесконечно много пивных киосков. Это уже полная катастрофа, да? А если есть окрестность, в которой есть только один киоск, то дальше, возможно, две ситуации. Либо мы просто стоим около пивного киоска, и тогда уже нам не повезло. Либо мы можем уменьшить окрестность, да? И от этого пивного киоска отделиться. Вот. Значит, поэтому замкнутое множество это просто дополнение до открытых. Так, ну, что-то придется стирать. F замкнутое. Сильно. M без F открыто. Ну, давайте даже вот это наблюдение там минуту потратим, докажем. Значит, если у вас ну, хотя бы в одну сторону. Значит, пусть дополнение открыто. Тогда любая точка дополнения содержится в этом дополнении с маленькой окрестностью, с открытым множеством. Правильно? Ну, а значит, все. Она не может быть предельной. Мы ее отделили от множества. Тут, конечно, есть некоторый обман, потому что я не определял окрестности там в топологическом случае. Ну, в общем, это мы не будем делать. Там в топологическом случае где нет шаров, окрестность — это просто произвольное открытое множество, содержащую точку. А сейчас мы пойдем просто дальше, а то мы никогда не доберемся до компактности. Да? Да. Да, да. Абсолютно замечательное свойство. То есть, действительно, в том пространстве, которое ты нам предложил построить, все множество открыто, все множество замкнуто и вообще полная идиллия. Ну, на это зависит от того, чего хотеть. А то, что и с открытыми. Там все множество тоже, так же, как и в том, которое Миша предложил, все множество открыто-замкнуто. Ну, не все, в смысле, все, которые открыты, они же и замкнуты, никаких новых нет. Есть два замкнутых множества, пустое множество и все пространство. Там просто беда в том, что если мы возьмем одну точку просто, как множество, ну, ладно, нет, это уже мы отвлечемся, а то тут сейчас будет сложность с бесконечным числом и так далее. Там очень плохо, что там две точки не отделяются открытым множеством. Так, ну и так, ближе к компактности. Значит, и так. Вот у нас есть произвольная непрерывная функция на отрезке. Прежде чем ее доказывать, мы попытаемся, прежде чем доказывать, что она достигает наибольшего, наименьшего значения, давайте докажем следующее замечательное свойство отрезка. Из любого открытого покрытия отрезка можно выделить конечное подпокрытие. Что такое открытое покрытие? Это просто произвольное семейство открытых множеств, но я тут их специально рисую не плоскими, ну, не линейными, просто для наглядности. Вот есть какое-то семейство открытых множеств покрывающих отрезок. Можно выделить конечное подпокрытие. Конечно, не из любого семейства вообще множеств покрывающих отрезок можно выделить конечное подпокрытие. Рассмотрим просто отдельные точки. Да? Вот их там, континуум штук. Но конечное подсемейство не покрывает. Оказывается, для открытого покрытия всегда есть конечное подпокрытие. Доказывается это, ну, например, любым способом. Помните, как льва в пустыне ловят, да? Вот есть пустыня, надо поделить ее пополам. В одной половине есть лев, в другой нет. Возьмем ту половину, в которой лев есть, поделим ее пополам. Опять в одной половине есть лев, в другой нет и так далее. В какой-то момент мы сузимся от этого деления до размеров льва. Но в этот момент лев пойман. Здесь мы сделаем то же самое. Поделим отрезок пополам. Если обе половины можно выделить конечное подпокрытие, то ясно, что мы их свалим в кучу, получим два конечных. Опять в сумме конечное, значит покрыли весь отрезок. Поэтому хотя бы одна половина не покрывается конечным числом открытых множеств. Поделим пополам и так далее. Получится последовательность вложенных отрезков, которые, как учат то ли в школе, то ли в детском саду, имеют общий элемент. Значит, вот этот общий элемент. Но он принадлежит какому-то открытому множеству. Покрытие, правильно? Значит, содержится в этом открытом множестве вместе с маленьким интервальчиком по определению открытого множества. А так как отрезки у нас уменьшались, да, как там единица на 2 в степени n, то в какой-то момент один из наших отрезков, когда мы делили, целиком залез в интервальчик. А значит, он покрывается вообще одним открытым множеством. А мы говорили что-то до этого, что конечным числом не покрывается. Тут вообще одним покрылся, противоречие. Значит, действительно мы доказали, что из любого открытого покрытия, то есть покрытие открытым множеством отрезков, можно выделить конечное под покрытием. Как с помощью вот этого наблюдения, очень важного, доказать, что любая непрерывная функция на отрезке, давайте сначала докажем, что ограничена. Не то же достигает наибольшей ничьей, давайте сначала докажем, что она хотя бы ограничена. Предположим, что у нас есть неограниченная функция на отрезке. Ну вот она куда-то туда вот там. Ну специально не рисую, потому что если нарисуешь, то тут видно, в какой точке она разрывна. Ну вот какая-то функция уходит в бесконечность. Сделаем следующую вещь. Рассмотрим интервальчики минус 1, 1, минус 2, 2 и так далее. На той прямой, которой образ. И пусть у нас у n, это f минус 1, вот минус n. Но заметим, что эти у n открыты. Ну понятно, потому что прообразы открытых при непрерывном отображении. Заметим, что они... Так, у n открыты. И у n покрытие отрезка. Почему? Потому что каждая точка отрезка, ну куда-то переходит при непрерывном отображении. А значит будет покрыта каким-то интервальчиком. Правильно? Ну значит попадет его прообраз. Получили открытое покрытие. Ну и что значит, что из него можно выделить конечное покрытие? Это значит, что найдется, так как они просто все вложены, это такое замечательное покрытие, оно просто растущее, да? Значит просто найдется некоторый один интервал, прообраз которого покрыл весь отрезок. Ну и все, значит функция ограничена. Что значит функция ограничена? Значит все значения по модулю не превосходят. Потому что там мы уже смотрели только интервальчики, по пути интервальчиками. Что еще раз? Там мы открывали интервальчиками. Нет, открытым множеством. Где? Нет, открытыми множествами. А, ну да, так точно. То есть точка в пересечении вложенных отрезков содержалась в открытом множестве. В нем она содержалась с некоторым интервальчиком по определению открытого множества. Так что все нормально. Вот. 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 Значит таким образом мы смогли доказать, что произвольная непрерывная функция на отрезке ограничена. Заметим, что мы нигде здесь не пользовались какими-то конкретными свойствами отрезка. А именно мы пользовались одним. Тем, которое мы доказали, что из любого открытого покрытия можно выделить конечное покрытие. Поэтому мы доказали следующее. Что на любом компакте... А что такое компакт? Это вот ровно то, что здесь написано. Из любого открытого покрытия X можно выделить конечное покрытие X компакт. Теорема 1. X компакт. Следовательно, любая непрерывная функция ограничена. То есть просто дословное повторение того, чего было сказано. Отлично. Желающие могут в качестве достаточно неплохого упражнения доказать, что на любом компакте верна и вторая теорема про отрезок. Что достигается наибольшее и наименьшее значение. Это делается почти так же. Ну так, чуть-чуть там нужно. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим другие определения компактности, а потом посмотрим еще какие-нибудь примеры компактных пространств. Ну, первое определение компактности выглядит так немножко искусственно. Ну, впрочем, определение про открытые покрытия тоже не самое естественное. Но зато очень простое. Давайте попытаемся сформулировать определение компактности в сервинах, наоборот, замкнутых множеств. Мы перейдем здесь просто к дополнению. X-Компакт, если для любого семейства замкнутых множеств. Верно следующее. Если каждое конечное пересечение не пусто, то и пересечение всех не пусто. Заметим, что я тут не только перешел к дополнению, но и перешел как бы к утверждению противоположному. Что означает, что любое конечное пересечение не пусто? Это значит, что дополнение не покрывает все пространство. Дополнение до этого... Ну, вот берем каждое из них, берем их дополнение. Если пересечение самих множеств не пусто, значит объединение их дополнения не все пространство. Потому что вот эта точка пересечения, она не принадлежит объединению дополнений. Поэтому что здесь написано, когда перейдем к дополнению? Если каждое конечное пересечение не пусто, значит не существует конечного подсемейства из дополнений, покрывающих все пространство. То значит пересечение всех не пусто, значит дополнение не покрытие. Пусть получилось наоборот. Если какое-то семейство открытых множеств и из любого конечного подсемейства... Любое конечное подсемейство не покрывает, то они все не покрывают. То есть просто абсолютно эквивалентное определение. Но это определение нам так мало чего нового дает. А сейчас мы попробуем перейти к каким-нибудь принципиально новым определениям. Ну, во-первых, просто упомянем, нам это так не особо будет нужно, что для метрических пространств, не вообще для топологических, а для метрических, то свойство, которое мы доказали, а именно что любая неправильная функция ограничена, оказывается равносильно компактности. Для произвольных топологических пространств это не так, это совсем другое свойство. Но для метрических это так. Еще для метрических пространств, ну, не для топологических, верно, такое может быть даже тоже более естественное свойство, которое верно для отрезка, что, ну, в смысле, верно-то оно всегда, не равносильно компактности. Помните, на отрезке есть такое замечательное свойство, что из любой последовательности можно выделить сходящуюся под последовательность. Ну, или у любой последовательности есть предельная точка. Ну, те, кто помнит ее доказательства, одно из возможных доказательств ровно такое же. Делим пополам с одной из частей бесконечное число элементов последовательности, делим пополам, пополам, получаем некоторый общий элемент, и в любой его окрестности будет бесконечно много элементов последовательности. Давайте мы докажем теперь, что для произвольного компакта у любого бесконечного множества есть предельные точки. Такое довольно слабое утверждение, его можно доказывать более сильно. То есть у любого множества есть точка, в любой окресте которой бесконечно много элементов последовательности. Ну, сделаем это таким образом. Вот у вас есть компакт. И вот как-то тут множество имеется. Предположим, что у него нет предельных точек. Это что значит? У любой точки есть окрестность, открытое множество окрестностями в произвольно-топологическом пространстве. У нас являются просто открытые множества, содержащие точки. Открытое множество, содержащее, ну, конечное число, или даже там не более одного элемента нашего множества. Ну, из этих окрестностей, это получается, если для любой точки такая окрестность есть, у нас получилось открытое покрытие. Правильно? Значит, из него можно выделить конечное предпокрытие. Ну и все, образно получилось, конечное семейство открытых множеств, тут уже не важно, что открытых, которое покрывает все пространство, в каждом из них конечное число элементов множества. Все, значит, у нас оказалось, что в множестве всего конечное число элементов, и, значит, противоречит. Хорошо. Давайте пока еще все не спят, чуть-чуть отвлечемся, и посмотрим некоторое совсем другое определение компакта, совсем из другой области. Тут есть еще несколько таких вот совсем наглядных геометрических, или даже не знаю сейчас. Нет, давайте все-таки еще пять минут потратим на некоторое красивое геометрическое определение, а потом займемся уже непрерывными функциями. Значит, еще одно определение. Значит, предположим, теперь оно такое, ну, очень активно применяется в том, чего тут все с собой таскают, и чего, судя по отсутствию звонков, то ли тут связь плохая, что очень важно тоже для места проведения конференции, то ли народ не забыл выключить мобильники для мобильников. Значит, предположим, что мы с вами купили лицензию на строительство сотовой сети в каком-то регионе России или вообще в какой-то там другой планете, галактике, там, с совершенно непонятной структурой. И мы пытаемся построить там вышки сотовые. Ну, сотовые вышки как надо стоять? Ну, давайте сейчас будем считать, что у нас нет там гор, ну, или горы как-то учтены уже в метрике, в общем, между точками есть расстояние, и каждая вышка бьет на некоторое расстояние эпселя. И мы хотим построить такую систему вышек, чтобы они покрывали нам все пространство. И вот мы думаем, стоит ли нам связываться с этим регионом или нет, там будет нам выгодно или нет. Но заметим, что регион заведомо будет плохим. Да, при этом мы еще смотрим на перспективу, и может быть, вышки нам надо будет ставить почаще как-то там, ну, вот там улучшать связь и так далее. И мы хотим, чтобы у нас для любого эпселя мы могли поставить вышки так, чтобы их было конечное число хотя бы. Ну, глупо связываться с регионом, который, представьте, там прямую, например, где для некоторого эпселя, ну, напрямую вообще для любого, да, не существует конечного числа вышек, который покрывает все, потому что у нас в условии лицензии записано, что мы должны покрыть весь регион. Иначе там губернатор ни за какие взятки нам лицензию не даст. Вот, если мы не пообещаем, что мы все покроем. Поэтому вот с какой-нибудь там прямой, например, мы не будем связываться, ну, нафиг, пускай лучше кто-то другой мучается. А мы лучше поищем себе другой регион, где для любого эпселя мы можем поставить это дело так, чтобы конечным числом все покрывалось. Тут, на самом деле, технический прогресс еще позволяет не только вот приводить такие понятные всем школьникам, потому что все они пользуются мобильными средствами аналогии, потому что в свое время была гораздо более худшая, тоже очень естественная, но гораздо менее в общечеловеческом смысле приятная аналогия, а именно пулеметные вышки ставили в месте заключения. Нужно было ставить вышки, где стояли надзиратели с пулеметами. Ну, сейчас уже, к счастью, это уже гораздо менее актуально, гораздо более актуальны мобильные телефоны, мы про них и будем работать. Вот. Так вот, возникает такое свойство региона, которое придумали, собственно, вот раньше граждане, которые вышки ставили, а теперь которые сетями занимаются, сотовыми, что пространство называется для них хорошим, если для любого эпселена на нем существует конечная эпселент-сеть. Они это пространство специалисты по сотовым сетям называют предкомпактным. Сейчас меня будут ругать, потому что я опять наверняка перепутал или нет? Или правильно? Правильно. Здорово. Пространство называется предкомпактным, если для каждого эпселена на нем есть конечная эпселент-сеть. А почему предкомпактным, как вы думаете? Обязано ли оно быть компактным? Замкнутость не просто. Замкнутость это очень плохое свойство, потому что, как мы с вами понимаем, само пространство всегда замкнуто. Вообще абсолютно всегда. Например, рациональные точки интервала 0,1 или отрезка 0,1. Вот рассмотрим Q, пересеченный с 0,1. Рациональные точки 0,1. Если это весь регион, вот нам вот дали такой регион, рациональные точки отрезка 0,1. Мы не знаем, что есть какие-то еще точки, их на самом деле вообще нету в регионе. Ну такой плохой регион, там были какие-то межрегиональные конфликты, они так поделились. Одним достались рациональные точки, другим и рациональные. Вот. Размежевание дошло просто до предела. Так вот, рациональные точки отрезка 0,1. Несложно заметить, что обладают вот этим самым свойством. Для любого эпсиленга есть конечная эпсилен-сеть. Но... А? Да. А вышки эти строим на территории? Да, на территории, на территории, конечно. Вышки строим на территории. Ну, на самом деле это там не так существенно, но на территории. Что? Тут, наверное, в той болоте. Конечно, да. То есть нам нужно тут придумать некоторое свойство, которое бы нам обеспечивало отсутствие дыр, ну или ту самую замкнутость в кавычках, которую только что упоминали. Но сидя внутри пространства. То есть мы вот сидим внутри, и изнутри пытаемся понять, что вот то, чего вот товарищ пытался выразить словом замкнутость. Наверное, вы имели в виду то, что у нас имеется последовательность точек, сходящаяся наружу, да, в этом смысле не замкнуто, да? Но на самом деле это можно сформулировать по-другому. Имеется последовательность точек, которые не сходятся никуда. Правильно? Ну, наверное, это не очень хорошо. Почему? Потому что если у вас есть прямая просто, ну там есть натуральный ряд, он никуда не сходится. Вообще наличие последовательности, которая не сходится никуда, ну или даже там не имеет ни одной предельной точки. Это как раз компактность, про которую мы говорили. Ну, на самом деле для метрических компактность, для не метрических некомпактность, это там чуть более тонко. Но здесь нужно действительно свойство типа полноты, который говорит следующее. Все последовательности, которые похожи на сходящиеся, на самом деле сходятся. Что такое последовательность похожа на сходящиеся? Понимаете, критерий Каши сходимости последовательности. Последовательность xn сходится, если для любого ε больше 0, существует n, что для любых k1, k2 больше n, расстояние, ну я уже пишу расстояние вместо модуля, от x с индексом k1 до x с индексом k2 меньше ε. То есть хвост этой последовательности устроен следующим образом. Все члены, начиная с некоторого, недалеко друг от друга. Эта последовательность называется фундаментальной, есть такой последовательностью каши и так далее. Так вот, если мы потребуем, чтобы все такие последовательности на самом деле сходились, то есть которые вот так вот очень плотно себя ведут, то вот это свойство называется полнотой. Полнота, любая фундаментальная последовательность сходится. И очень важно, что все, что я говорю сейчас, в отличие от того, что было раньше, верно только для метрических пространств. Тут вот эта история с последовательностями, она про метрические пространства. Топологических там картинка чуть хитрее. И предкомпактность плюс полнота, это уже компактность. Опять-таки в метрических пространствах. Потому что в топологических там вообще бывает пространство, где-то все. В исходящей последовательности-то нет толку. Ну и прежде чем перейти уже к непрерывным функциям в таком совсем уже мощном смысле, я бы буквально минутку еще добавил, что вот для таких компактов, ну не только для них, где вот эпсельные сети мы конечные стройки, есть очень забавное определение размерности. Очень важное, очень нужное. Называется холдорфовая размерность. Давайте посмотрим, сколько нам нужно для того, чтобы построить одну n-ую сеть на отрезке точек. Ну, примерно n. Правильно? Сколько нужно точек для одной n-ой сети на квадрате? Ну, примерно n квадрат. А в кубе? Ну, примерно n куб. Правильно? Поэтому, если мы рассмотрим предел, ну или там какой-нибудь нижний предел, или еще чего-нибудь там, верхний. Следующие вещи. Логарифм по основанию n число элементов эпсилен сети для одной n-ой. Вот эта штука у нас будет в точности совпадать для обычной размерности для отрезка, квадрата, куба и так далее с обычной метрикой. Ну и, естественно, ее называть размерностью произвольного метрического компакта. Это так называемая холдорфовая размерность. Не надо думать, что она совпадает всегда с обычной размерностью. Даже если мы возьмем обычный отрезок и будем строить на нем разные метрики, очень красивое, очень важное упражнение на метрические пространства попытаться сделать, например, такую метрику на отрезке, чтобы это количество было равно двум. Или даже трем. Эквивалентно в каком смысле? Ты прав абсолютно. Естественно, мы говорим только с точностью гомеоморфизма, топологический эквивалент. То есть придумать другую метрику, которая задает такую же топологию, то есть открытые множество такие же. То есть тождественное отображение этих двух отрезков, ну вот одинаковые точки в одинаковые, будет в обе стороны непрерывно. Но чтобы холдорфовая размерность была двойкой или тройкой. Более того, важная теорема говорит такую вещь, что для таких вот наших нормальных пространств, отрезок, квадрат, куб и так далее, холдорфовая размерность при других эквивалентных метриках может принимать любое значение от настоящей до бесконечности. Любое там, три вторых там, две трети. Нет, две трети нельзя. Вот для отрезка две трети нельзя. Меньше настоящей не бывает. Настоящей есть точная нижняя грань всех холдорфовых размерностей по эквивалентным метрикам. Ну, желающие еще могут посчитать размерность кантрового множества, кстати. Очень хорошая задача. Так, ну теперь давайте перейдем к функциям и несколько, парочка нерешенных задач. А, ну давайте сначала еще короткое замечание, чтобы совсем все уже отрубились. Вот если мы будем рассматривать плоские компакты. Компакты на плоскости. Ну или давайте компактные подможества квадрата. Вообще про них на плоскости, про компакты, много чего известно, страшно много чего изучено. Но есть несколько забавных результатов и открытых задач. Ну, например, еще одна знаменитая теорема про отрезок, что любое непрерывное отображение отрезка в себя имеет неподвижную точку. Любое непрерывное отображение отрезка в себя имеет неподвижную точку. Те, кто про это еще не слышал, очень советую доказать, это несложное, на самом деле, упражнение примерно на тему принимания промежуточных значений непрерывной функции. То есть для любого непрерывного отображения отрезка в себя не обязательно взаимно однозначного и так далее. Есть хотя бы одна точка, которая переходит в себя. У меня здесь две. Ну, я почти, на самом деле, по этой картинке почти доказательства нарисовал, на самом деле. Ну, вот можно такой вопрос пытаться ставить по произвольной компакт. Ну, ясно, что даже, например, если будем рассматривать на плоскости, есть ли какой-нибудь компакт на плоскости, для которого есть непрерывное отображение в себя, которое не имеет ни одной неподвижной точки. Приведите мне какой-нибудь пример. Значит, нужен пример плоского компакта, его непрерывного отображения в себе. Что? Окружность и поворот, да? А? Да. Кольцо, да? Ну, вот круг не подходит. Да, потому что для круга, например, это верно. Это некоторая другая знаменитая теорема, что любое непрерывное отображение круга в себя имеет неподвижную точку. Оно обладает такой совершенно естественной и житейской этой самой аналогии. Если у вас есть круглый стол, на нем лежала скатерть. Вот такая, которая не свисала, вот просто лежала. Ну, и там народ как-то пил, там еще чего-то ее комкал, все, а потом бросил на стол. Ну, вот оказывается, что как ее комкали, только если не рвали. Вот рвать нельзя, вот рвать скатерть и не надо. И вот положили, то существует точка, которая осталась на месте. Вот как бы вы скатерть там ни мяли, ничего с ней не делали, вот всегда найдется точка, которая осталась на месте. Вот, но для окружности, например, это верно, пожалуйста, окружность и поворот. Окружность и поворот, пожалуйста. Хорошо, а я потребую, чтобы дополнение было связано. Можете придумать какой-нибудь компакт, чтобы дополнение было связано и не было никакого непрерывного отображения в себе, не имеющего неподвижной точки. Чтобы он не разбивал плоскость на две части. Не важно, что такое связано, это, я думаю, так все интуитивно представляют. Ну, чего, пример. Совсем простой. А? Две точки, конечно. Возьмем две точки. Это такой вполне себе компакт. Никакое отображение? Поменять местами все? Отлично. Ну, чего, ну, нужно как-то тоже, чтобы вот пример девушки не подходил, поэтому потребуем, чтобы компакт был сам связен. То есть, и так, компакт сам связен, его дополнение связано. Верно, что любое непрерывное отображение в себе имеет неподвижную точку. Но дальше, чем мы вот то, что мы обсудили, наука не продвинулась. И, в общем, это, вероятно, этот вопрос неизвестен, хотя этому вопросу очень много лет. Очень много. На самом деле, продвинулось много куда, а именно придумано много классов компактов, для которых это утверждение верно, но народ не умеет доказывать, что они, все плоские компакты такие. Также имеется большое число примеров компактов с непрерывным отображением, не имеющих неподвижных точек. Народ их не умеет вкладывать в плоскость. Ну, точнее, там, не про все из них известно, можно ли их вложить в плоскость. Так что вот, пожалуйста, вот имеется вполне естественный вопрос, который возникает тут же, после минимального обсуждения, и оказывается, что ответ на него неизвестен, хотя вопрос очень старый и очень красивый. Значит так, компакт связен, дополнение связано на плоскости. Но, правда, с другой стороны, вы можете сказать, что такие компакты бывают редко. А для любых нормальных компактов это как бы, ну, верно. Но тут для вас будет ожидать некоторый другой сюрприз. Если вы будете спросить, а что же такое любой компакт, если мы возьмем какой-нибудь компакт на плоскости. Это вообще что? Вот ответ совершенно удивительный, а именно, если мы возьмем компакты на плоскости и мысленно отождествим гомеоморфные, ну, те компакты, которые переводятся друг к другу непрерывными отображениями взаимно однозначно, в обе стороны непрерывно и взаимно однозначно. И введем между этими компактами на плоскости, ну, точнее, не межвыгемую, просто метрику. Какую метрику мы будем вводить между компактами на плоскости? Ну, так называемую хоусдорфу, который устроен таким образом. Вот у вас есть некоторый компакт, есть некоторый другой компакт. Будем считать, что мы с вами работаем на поливальной машине. И мы ездим по вот этому компакту и пытаемся полить вот этот компакт. Вот это там дорожка, например, а вот это цветник, и мы цветник пытаемся полить. Мы можем найти такое эпсилен, чтобы поливалка, ну, она поливает радиус эпсилен, чтобы ездить в этой поливалке и покрыть вот этот второй компакт. Ну, вот найдем такой эпсилен. Но заметим, что если мы теперь поменяем местами цветник и дорожку, то этот эпсилен, вообще говоря, может оказаться другим. Потому что, например, вот дороги могут... Вот на такой картинке, вот едя по вот этой дорожке, мы можем вот этот цветник полить довольно маленьким эпсилен. А по этой дорожке вот до сюда не дотянемся. Поэтому мы возьмем два эпсилен. Первое. Это радиус поливалки, который, что едя по одному компакту, мы можем полить другой. Радиус полива. И радиус полива поливалок, когда мы ездим по другому компакту. И возьмем из них просто минимум. Или максимум. Максимум, конечно. То есть так, чтобы заведомо полить, не важно, по какому ездить. Вот это и будет называться расстоянием между двумя компактами. Да. А как же эта метрика работает, если мы отождествляем... Не отождествляемая гомеоморфная... Нет, пока не отождествляемая. Это просто метрика между замкнутыми множествами. Вот. Это действительно метрика совершенно замечательная. Теперь у нас возникает для каждого компакта ему гомеоморфные. Ну, то есть просто вот раскрасим в соответствующий цвет все компакты гомеоморфные каждому. Цветов, конечно, будет очень много и так далее. Так вот, окажется, существует один единственный компакт, что те компакты, которые покрашены в его цвет, их очень много. Но много, я сейчас уже просто не успею, иначе рассказать про последнее, чего хотел. В смысле... Много в смысле БР. То есть оказывается, что некоторый цвет имеет вторую категорию БР. То есть если... То есть он является пересечением всюду... Это всюду плотное же дельта множества, пересечения счетного числа открытых всюду плотных множеств. То есть если вы возьмете наугад компакт, то это будет некоторый компакт, совершенно конкретный. То есть поэтому ответ про нетипичный, он будет довольно сложный, потому что типичный компакт, он вообще один. Значит, еще раз, то будет в том. Как бы мы не раскрасили, будет в том. Не, не как бы мы не раскрасили, мы... Раскрасим, да-да. Раскрасили. И окажется, что одного... Всех цветов очень мало, одного очень много. Все компакты раскрашены в один цвет. Существует один единственный компакт, что его цвет представляет плотную же дельтам нож, просто абсолютно большинство. Если вы наугад будете рисовать компакты, вот возьмете детей, они будут рисовать компакты. Все они нарисуют один и тот же компакт с точностью дугами аморфизма. Этот компакт абсолютно естественный, он называется псевдодуга, вот, а строится он довольно сложно. Вот мы с Владимиром Владимировичем пытались вспомнить какое-нибудь естественное построение, но неестественный выглядит таким образом. Нужно взять извивающийся прямоугольник на плоскости. Вот примерно в духе того, чего ГНПАНИ нарисовала на своих лекциях, кто там был. В нем нарисовать какой-нибудь еще более извивающийся прямоугольник поменьше. В общем, и так далее. Вот они страшно извивающиеся. Но с одним и тем же вот к концу. А после этого брать пересечение этого дела. Если в некотором там формализуемом смысле сделать так, чтобы вот эти вот штуки извивались там случайным образом и совершенно свободно, и все больше и больше, то в пересечении получится псевдодуга. Это некоторый очень естественный и абсолютно типичный компакт, который вот в природе встречается чаще там отрезков, окружностей и там и так далее. То есть ребенок нарисует именно его? Ну конечно, да. Ну вот вот ребенок, вот если маленький, не вот такие вот там, новорожденный ребенок, который не знает ни отрезков, ни квадратов, ни кругов, он будет рисовать вот некоторую калю-малю. Он будет всегда рисовать псевдодугу. А? А? Это не пенеолог на отрезку? Нет. Ни в коем случае. Вот. Ну и последнее у меня есть немножко времени. Последнее, что я хотел рассказать, я чуть-чуть позже начал. Я хотел рассказать про то, что мы вот изучали, свойства компактности мы с вами придумали для того, чтобы изучать непрерывные функции. А как теперь с помощью непрерывных функций изучать компакт? А вот как? Пусть у вас есть некоторые компакты X. Рассмотрим множество всех непрерывных функций на нем. Мы на самом деле будем рассматривать множество всех ограниченных непрерывных функций. На компакте все функции ограничены, а мы сейчас на всех пространствах, которые будем рассматривать, топологических, метрических, будем рассматривать кольцо непрерывных функций. Что значит кольцо? Кольцо это значит, ну, те, кто алгебру учил, что функции можно складывать, да, при этом по сложению это будет абелева группа. Ну, там минус F есть, да. И еще функции можно умножать. Ну, другое же дело, что есть там дистрибутивность, все нормально, только обратной нет. Ну, точнее, не всегда есть. А когда есть обратная функция? Когда она нигде не ноль. Если функция нигде не ноль, то существует единица на F, да, для... Вот. А для многих нету, поэтому они не поле, то есть там... Ну, вообще, кстати, функции, я смотрю в R. Да, функции в R, да, да, да. C от X это множество F, F из X в R, F ограничено. Ну, на компакте это верно всегда, но мы будем вообще вот это рассматривать. Ну, F непрерывно, естественно. Теперь мы вот что сделаем. Мы рассмотрим множество всех функций, которые в некоторой точке принимают значение ноль. Ну, или даже на некотором фиксированном замкнутом множестве. Почему замкнутом? Потому что множество нулей непрерывной функции замкнут, это несложно понять, потому что прообраз дополнения... Ну, дополнение до нуля напрямую открыто, прообразно. Значит, множество функций, принимающих значение ноль на некотором замкнутом множестве, ну, или даже давайте на точке. X нулевое. Неизвестно. Вот дельта X нулевое это множество тех F, что F от X нулевое равно нулю. Ну, давайте I. Ну, мне дельта удобнее, я привык. Дельта X нулевое это множество тех функций, которые в этой точке принимают значение ноль. Какими свойствами этот набор функций обладает? Ну, во-первых, сумма... А? Да, это под кольцо, то есть, действительно, сумма F, G из дельты X нуль F плюс G принадлежит дельты X нуль. Ну, как мне правильно сказали, что F на G тоже принадлежит дельты X нуль. На самом деле, верно, гораздо более сильное свойство, что если F из дельты X нуль, а G просто из C за звездочкой. А G любое. Если любую функцию из этого множества умножить просто на произвольную непрерывную функцию, то мы опять окажемся там же. Ну, если функция наша принимает значение ноль, а вторая произвольная, это произведение опять принимает значение ноль. Такая штука называется идеалом в кольце. То есть, идеал в кольце это такая по Абелево подгруппа, которая замкнута относительно не умножения на элементы себя, а на умножение на произвольные элементы кольца. Более того, вот эта самая дельта X нуль обладает не только этим свойством, это не просто идеал, но это максимальный идеал. Что значит максимальный? Что как только... Ну, понятно, что само кольцо вроде как удовлетворяет всем определениям идеала. Поэтому мы будем рассматривать только идеалы так называемые собственные, то есть, которые не совпадают со всем кольцом. Так вот, если мы к дельта X нуль добавим еще одну произвольную функцию, ему не принадлежащему, и попытаемся натянуть на то, что получится идеал, то есть, добавить там суммы, произведения, ну вот все, то окажется все кольцо. Это очень хорошее и довольно несложное упражнение. То есть, доказать, что множество функций, принимающих значение ноль в данной точке, это максимальный идеал, это очень важное, на самом деле, упражнение. Теперь давайте сделаем такую вещь. Пусть у вас есть кольцо непрерывных функций. Но мы где-то потеряли само X. Ну вот мы взяли X, построили по нему кольцо непрерывных функций, а после этого X потеряли. Можем ли как-нибудь и X попытаться восстановить? Да очень просто. Возьмем максимальные идеалы. Теорема. X-компакт равносильно все максимальные идеалы в C со звездой на X сидят на точках. То есть, нету так называемых свободных максимальных идеалов. Ну и вообще, нету даже свободных, ну, как бы, любой идеал, он дополняется до любого. Что любой идеал дополняется до максимального, я не говорил. Вот. Из этого следует... А. Ну, все-таки, это, конечно, некоторый важный шаг, как точки вычислить, да? Но надо же еще как-то топологию вычислить, да? То есть, X мы восстановили, мы нашли все точки, они соответствуют максимальным идеалам. Как сделать топологию? Да очень просто. Топологию нужно породить следующими множествами. Возьмем произвольную функцию F и рассмотрим все идеалы, рассмотрим U с индексом F такое открытое множество. Дельта F не принадлежит дельтам. Не принадлежит, не принадлежит. Для каждой непрерывной функции рассмотрим те максимальные идеалы, которые ее не содержат. Вот с помощью этих множеств и порождается топология в точности топологии X. Таким образом, у нас получается теорема о том, что любой компакт полностью определяется кольцом своих непрерывных функций. Эта теорема была доказана в совместной работе Гельфанда и Колмогорова в 1937 году. На этом я, видимо, заканчиваю, потому что время уже перебрал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...